190 авто в сутки, и это не максимум производственных возможностей. Прописанные планы на 2021 руководство автозавода называют амбициозными. С конвейерной ленты должно сойти не менее 40 тысяч машин. На первой позиции рейтинга востребованности «Патриот» пользуется неизменным спросом как на внутреннем рынке, так и в десятках зарубежных стран, включая США. Если индустрия в целом за ковидный год потеряла порядка 9% объемов, то наш автомобильный обошелся минимумом 6%. В однозначный плюс появление на линейке «Новичка». Вот она, полуторка, рабочая лошадка, а значит лакомый кусочек для представителей бизнеса грузоподъемностью в полторы тонны. Разработано и выпущено в свет согласно требованиям рынка и запросам потребителей. Объемы производства в этом году достигают уже значительных цифр и рост. И, соответственно, у нас в настоящее время более 250 вакансий на основные специальности. Мы ведем набор. Набрать, обучить, сохранить – в нестабильное вирусное время кадровый вопрос. Один из наиболее уязвимых. Подойти к решению и привнести научную составляющую призван высокий столичный гость – депутат Госдумы Владимир Кононов. Регион со своей стороны шаг сделал. На предприятии действует базовая кафедра Ульяновского технического университета. В 19-м году Ульяновская область получила статус от всероссийского общества изобретателя, рационализматором, который является столицей изобретательства России. И удерживает до сих пор. Другой пока столицы нет, не предвидится. Но прогресса не будет, пока не воспользуемся другим двигателем прогресса. И борьбы с ковидом – вакцины «Спутник Ви». Прямо здесь, в заводской поликлинике, без отрыва от производства. Сейчас дети болят. Вы сейчас вакцинируете, вы не только себя защищаете, а еще и своих близких, родных. Я хочу спросить вас, вы как узнали, что можно пройти в вакцинацию? Во-первых, у нас получена была почта от УАЗ, мы там прочитали. То есть рассылка такая? Да. Плюс по электронной почте пришло, чтобы вакцинироваться, просим. В принципе, сама вакцинация вся занимает практически, вот каждый человек приходит по 5-10 минут на каждого. То есть практически мы по 40-50 человек в день прививаем, слушателей завода, и уходит времени практически час-полтора. Около трех сотен сотрудников через прививочный кабинет уже прошло. Задача – охватить не менее 30% заводчан. Какая-то нужна дополнительная помощь. А еще запланировано строительство специализированного профилактория. Словом, все во имя здоровых перспектив. Татьяна Домоданова, Бахтиер Салтанов, репортер 73.